Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Мир вам, дети! Это наше христианское приветствие. Если вы принимаете меня, значит, вы должны сказать, с миром принимаем. Понятно. Так дети говорили. Сегодня мы будем с вами беседовать. Это особая беседа у нас, особый урок такой. О творении Божьем. Существует ли Бог? Мне просто интересно знать. В классе вашем есть такие дети, кто не верил, что Бог есть? Может быть, так научили его. Так, есть в классе. А как сотворено всё вокруг? Кто это сделал? Само по себе возникло. Так, некоторые думают, что само по себе всё возникло. Хорошо. Давайте вот перейдём на это. Просто в простоте мы сейчас так подумаем. Любые наши здания, вот даже, в частности, возьмём мы нашу школу. Если я буду говорить, что она сама по себе возникла, вы поверите в это? Нет. Как же нет? Ну, если школа сама по себе не могла возникнуть, то как же всё то, видимое и невидимое, всё могло само по себе возникнуть? Так, дети, значит, мы для того, чтобы построить эту школу, что нужно? Нужен материал, нужны специалисты такие, архитекторы, исполнители этого дела. Значит, оно само по себе не могло возникнуть. Парты, столы, вот, книги. Нет. Так вы же этих людей не видели, а почему будете утверждать, что это были люди, которые построили? Что значит? Вы просто верите. Вот если мы возьмём литературу, читаем мы тексты, стихотворения, произведения каких-то писателей, поэтов, мы же их не видели. Учёные, возьмите, а верим, что то, что написано, мы изучаем, исследуем, всё читаем и доверяемся тому, что это они были, эти люди. Значит, вы постигаете всё это верою. Не знанием, а верою, и не видением. Переходим дальше. Вот видите, как прекрасно сотворён мир. Мы видим, посмотрите, вот в окно, видите, вы видите разные деревья. Посмотрите на небо. А вечером мы что видим? Луна, звёзды. Днём мы видим облака, солнце. Оно само по себе разве могло возникнуть? Конечно, нет. Правильно. Значит, был кто-то, кто повелел, и всё это сотворилось, делалось. И земля тоже. Когда-то её не было. Но наступил момент, когда Бог сказал. В начале, читаем первую книгу Бытие, первая глава. В начале Бог сотворил небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над нею. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. И увидел Бог, что хорош свет. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью. И был день, и был вечер, и было утро день один. Вот что в первый день сотворил. Это не солнце Он сотворил. Это позднее будет, но просто свет. И когда Он только сказал, только повелел, и всё явилось. И сказал Бог, да будет отделена твердь, которая наверху, от тверди, которая внизу. И назвал Бог твердь вверху небом, а твердь внизу землёю. И всё Он только сказал. И отделил Бог землю от воды. Здесь. И назвал Бог землю воды. Как называл воды? Морями, реками, озёра. Правильно. И земля. И сказал Он, что на земле повелел, чтобы земля произвела всё, что мы видим. Всевозможные растения. Травы, деревья. И разные-разные деревья. И разные травы. И разные цветы. Вот смотрите, солнце одно, земля одна. А на земле всё разное. И вода одна. И дальше, что Он повелел, чтобы в морях появились рыбы. И стало так. И что на небе здесь Он, в четвёртый день Он сотворил солнце. Этот большой светильник, который освещал днём. А ночью, луна и звёзды. И всем-всем звёздам Он дал название. И на земле тоже всему. И деревьям дал название. Как? Через кого? А мы сейчас узнаем. Читаем дальше. Это Он только повелел, и всё явилось. А дальше мы читаем так. Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Как вы думаете, дети, с кем же Он держал совет? Бог-отец, Бог-сын и Бог-друг святой. Троица святая, но Бог-один. Вот смотрите, как узнать, чтобы мы смотрим солнце. Диск, сам диск. И солнце что? Даёт нам лучи света и лучи тепла. Но солнце одно. И Бог троечень в лицах, но Бог-один. Бог-отец, Бог-сын и Бог-друг святой. И они решили сотворить человека по образу и подобию. Что значит по образу и подобию? То есть бессмертная душа у человека. Разумная. И Бог сотворил человека из земли. Он просто был прекрасным человеком, но ещё мёртвым. Не ходил, не разговаривал. И вдунул Бог дыхание жизни в человека. И стал человек душою живою. И провёл, и дал имя ему Адам. И провёл Бог перед Адамом всех-всех зверей, всех птиц. Такое великое множество. И всем Адам дал название. И в морях, и в реках рыбам то же самое Адам дал название. Все прошли перед ним, но не нашлось ему подобного ему человека. Ну и как мне пишут в преданиях, что как бы затосковал он, заскучал. Бог навёл сон на Адама и взял ребро. Из этого ребра сделал женщину, прекрасную женщину. Проснулся Адам, видит, жена стоит, женщина стоит перед ним подобная. Ему такой же две руки, две ноги, глаза и волосы таки длинные. Красавица была. Они вообще очень красивые люди были первые. Высокие. И дал жене он название Ева, то есть жизнь. И так стали они в саду этом Эдемском жить, в раю. Ходили в прохладе дня. И Бог беседовал с ними. И вот, чтобы проверить их послушание, Бог дал такой закон им. Вот растёт посредине сада дерево познания добра и зла. Но вы не ешьте с него, то смертью умрёте. Адам ей сказал даже и не прикасайся. Вот они продолжают ходить. А в это время на небе произошла война. Ведь вначале, да, я забыла сказать ещё, что вначале Бог сотворил небо. И на небе воинство великое множество ангелов. И тоже между ними распределение было. Кто-то старше, кто помладше. И был там старше всех архистратик. Главный. Красивый. Умный. Всё у него было. И вот вдруг он подумал. А чтобы всем ангелам мне поклонялись, почему мы должны поклоняться Богу? И только он помыслил, как Господь за его превозношение и гордость дал указание архангелу Михаилу, чтобы не сверг его с небом. И там вот первая война была, первая революция, как говорят. Огненным мечом архангел Михаил не сверг этого ангела и третью часть, которые подчинились ему. И видел я, говорит, ангела, падшего с неба, как молния. И падая на землю уже, этот ангел стал называться дьяволом или сатаною. То есть противник. И когда он падал, он увидел землю. Такая прекрасная земля. Такие прекрасные люди. Он в саду увидел их. И он решил, дал обещание, что я погублю человека. Он был очень гордый и очень завистливый. И лжец при том. И он увидел, что в раю Ева ходит. И он вошел в змея, он же дух, он же не может к человеку подойти. А он вошел в змея, а тогда змеи ходили на ногах. Вошел в змея и подошел к Еве. И заговорил человеческим голосом с ней. А подлинно любовь сказал, не ешьте ни от какого дерева. Она говорит, нет. И она вступила в разговор с ним. Это категорически запрещено было. Она не послушалась. Она не побежала к Адаму, чтобы спросить или защиты найти у него. Она вступила в разговор с этим дьяволом. Нет, от всех дерев можно есть. А вот от дерева познания добра и зла, он сказал, нельзя есть. И от смерти умрете. А этот гордый сатана-то и говорит, не умрете. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Она посмотрела на дерево, на эти плоды. Дети часто говорят, яблоко там лишь. Нет, а просто написано в слове Божьем плоды. Она увидела, что плоды прекрасны, вожделенны. Она прикоснулась и сорвала этот плод. И вкусила. И побежала и дала Адаму. Соблазнила Адама. И Адам вкусил. И вдруг они увидели, что они наги. Опоясали себя листьями. И побежали и спрятались. А бог-то знает, он видит, он все наши мысли знает, все дела, все он видит и знает, дети. И вот он говорит, Адам, чтобы призвать его к покаянию, он говорит, Адам, где ты, Адам? Я услышал тебя и спрятался, ибо я наг. Не ел ли ты от того дерева, от которого я запретил тебе есть? Это Ева. Вот дети, смотрите, как она. Ты указывает на другого человека, не себя, не то, чтобы покаяться ему. А он, ты дал мне дерзость его. А это Ева. А она дала мне, и я ел. А ты Еву мне дал. Жена. Она дала мне, и я ел. Он обращается к Еве. Ева. А я, этот змей обольстил меня. Тоже указывает на змею. То есть они не пришли к покаянию. Они указывают на других. Здесь я вступлю на такое дело. Так, дети, у нас бывает такое, что если кто-то кого-то обидит, мы обязательно указываем на другого. А это Вова сделал, а это Коля, а это Витя. Это не я. А себя мы никогда не признаем виноватыми. Есть такие? Есть. Вот видите как. А это неправильно. Мы должны всегда на первое место поставить себя. Я повинен в чем-то. А потом уже другие здесь соблазнились об этом. И тогда Бог выносит пигвар. Проклята за тебя земля. Тернии и волцы она будет тебе рождать. А ты будешь в пути лица добывать свой хлеб. К Еве обращаются. А ты в воле будешь рождать детей. И влечение к мужу твоему. А с меня, говорит, проклят ты. И будешь на земле ползать. Вот так. Выносит его. Вот Бога. И все. И изгнал из рая Адама и Ему. И поставил у ворот. Чтобы не вошли они и не вкусили от дерева жизни. Он поставил архангела с огненным мечом. И вот вышли они. Заплакали. Они познали здесь уже холод. Зной и все остальное. И грехи познали. Они, конечно, не умерли плотью. Но духовно были разлучены с Богом. Это и есть духовная смерть. Это и есть духовная смерть. Разлучение с Богом. Бог дал им одежду из шкуры. Они убили зверей. И сделали одежду из этих шкур. И вот они познали друг друга. Родились у них дети. Первый старший Каин. Потом Павель. Трудились они. Авель был пастухом. А Каин был земледелец. Принесли они. Богу нужно было жертву приносить. И у Авеля Бог принял жертву. А у Каина нет. И здесь Каин рассердился на Авеля. И решил убить его. Если я убью его, то у меня Бог будет принимать жертву. А Бог говорит Каину, Каин, грех лежит у дверей твоих. Ты бодрствуй. Но он не послушался. Позвал Авеля в поле, в степь. И убил его там. И Бог Каину говорит, Каин, где брат твой Авель? А что я сторож ему? Отвечал дерзко Каин. Каин, кровь Авелева пьет ко мне. И он дал такое наказание Каину, который по земле. Он испугался. Говорит, теперь меня убьют люди другие. А он дал такое ему, что никто его не трогал. Так не жил. И вот родились у Адама и Евы другие дети. А первые люди, дети, жили долго очень, до тысячи лет. Потому что нужно было, чтобы размножение было на земле. И быстро началось размножение. Первые, значит, люди женились в братья родные и сёстры. Потом на двоюродных, а потом на троюродных и так далее. А сейчас до седьмого колена уже нельзя. Размножились люди. Но такое великое зло наступило. Отступление от Бога. И поэтому Бог дал указание. Говорит, я погублю человека. И дал указание такое, что Ноя в поток. Он приходит к Ною и говорит, Ной, построй корабль. И даёт ему вот всё, весь план, как правильно построить корабль. И введи туда попарьем всех животных, всех птиц. И людей своих вот введи, то есть своих детей. Долго время строил Ной, Ковчег этот. А все люди смеялись. Он проповедовал, говорил, чтобы люди покаялись, потому что наступит потоп. Там Бог сказал. Но они смеялись над ним. Какая вода? Какой потоп? Тогда даже воды рядом никакой нет. Ни озера, ни речки. А он какой-то потоп выдумал. Так они издевались над ним. Но Ной верил, если Бог сказал, значит так будет. И вот, когда закончил строительство этого, а Ковчег был громаднейший. И Бог дал указание, чтобы все зашли в Ковчег. У каждого было свое отделение. Там, видимо, продукты питания были на определенное время, пока он плавал. И когда Бог закрыл двери за Нойом, отверзлись двери неба, и появилась вода туда. Дождь. Сорок дней и сорок ночей шел дождь. А потом из-под земли поднималась вода еще сто пятьдесят. Вот так начался потоп. Всемирный. По всему миру, по всему лицу земли. Нигде не было места. Всех погубил Бог. Первые люди погибли от потопа. А вот здесь, когда люди ближе были к Ковчегу, и когда они увидели, что дождь без конца идет день, и два, и три, и сорок дней, они, кто мог, подбегают. Ной, открой нам двери. Мы поверили. Поздно, говорит Ной. Поздно. Бог закрыл за мной дверь. Все погибли люди. И был спасен только Ной со своим семейством, и все животные попали, и звери. И вот когда наступил день, вода стала постепенно убывать. Бог дал указаниям, чтобы вода сошвала. И на горе Арарат, так написано, Ковчег остановился. И Бог дал завет землею, что больше потопом не будет губить землю. И в знак этого дал радугу. Вот мы сейчас, видите, дети радугу часто, так вот эта радуга, это как раз завет Бога, заключенный с землей, что он никогда не будет землю больше топить в огне. Но написано, что будет гореть огнем. Вся земля будет гореть. И вот Ной стал жить, размножаться опять. Опять появилось много людей на земле, и опять они стали грешить. Ну, своеобразные наказания были, то стихийное бедствие просто по местам, то болезни, скорби и так далее. Но Бог еще в раю обещал, что придет на землю спаситель, примиритель. Потому что разделение с Богом великое. И Бог настолько свят, настолько справедлив, что ни одного человека не может принять на небо. Все шли в ад. И праведники, и грешные. И только после того, прошло пять с половиной тысяч лет, когда родился Христос. Субтитры создавал DimaTorzok